Друзья, всем привет! У нас сегодня немножко влог, немножко ответа на вопросы, которые вы задавали в предыдущем видео, немножечко новостей всяких разных, всего по чуть-чуть. Это из разряда, чтобы такого делать, лишь бы не строить, да, Вань? Нет, ты же сама сказала, надо порядок на участке навести. Я говорил, давай стены ровнять, подгиб. Говоришь, нет, мне надо участок разгребать. Короче, во всем виновата я, знайте об этом. То есть дом не строится по моей вине. Просто нереально крутую бутылку Ванька нашел. Бутылочку. Буду отмывать ее. И прям сразу куда-нибудь поставлю. Вот, блин. Ничего не даст поснимать. Я тут у себя в инстаграм спросила, из-под чего эта бутылка, и все хором ответили, что это из-под уксусной эссенции. Я даже не ожидала, что вы все такие осведомленные. А трехгранная она, знаете почему? Чтобы в темноте, это в цели безопасности, чтобы если в темноте вы схватите эту бутылку, почувствуете, что она трехгранная и не хлебнете уксуса. Теперь у меня вопрос в другом. Как ее отмыть изнутри? Может быть, есть какой-то способ? Потому что она не отмокает нифига. Скажи, Ваня, а какие вообще планы-то у нас на сезон? Достроить дом, как всегда. Планы не меняются. Не, Вань, ну давай как-то это, слона по частям съедим, да? Ну, у нас либо достроить дом, либо заработать денег. У нас всегда планы такие. Нет, ты все не то говоришь. А что? Ну вот план минимум. Ну, по-моему, точно, стопудово зарубят. Но монетизации один хрена сейчас нету, поэтому пофигу. Ну, как бы да. Короче, планы... Ну, надо гипсой зашиться полностью. Для того, чтобы зашиться полностью, надо вот туда поставить морской контейнер. Если у кого-то есть варианты, где взять дешево живой морской контейнер, чтобы он не промокал и нормально закрывался, кидайте в комменты, а лучше какой-нибудь оставим контакт под видео. Прям почту лучше туда пишите, чтобы никто его не спалил раньше нас. И покрасить фасад. О, фасад, да. Фасад надо покрасить, обновить. Он уже, видите, немножко такой потемнел. Конечно, не видит. Я покажу потом. Ну, короче, потемнел, потому что краска вот эта белая фасадная, она... Белая краска от темной отличается тем, что в белой краске всегда меньше пигмента. А от солнца защищает не только ультрафиолетовые добавки в масле, но и сам пигмент. И поэтому, если темной краской красить, то его надо перекрашивать там раз в 5-7 лет, а белую краску приходится 3-4 года перекрашивать. И мы первый раз покрасили красиво, прям здорово, все так играло. Потому что была лазурь и была видна текстура дерева. А теперь мы уже, чтобы не перекрашивать каждые 3 года, и чтобы вот это вот потемнение все закрыть, мы взяли краску с большим наполнением пигментом. И она будет более укрывная. То есть, скорее всего, фактуры дерева под ней уже будет, ну, видно очень мало. Но зато хватит больше, чем на 3 года. А морской контейнер, собственно, нужен для того, чтобы у нас на первом этаже там остатки строим материалов, какие-то листовые лежат, ОСБ, там еще что-то. Мы хотели строить бытовку из этого дела, но я понимаю, что проще контейнер купить, чем бытовку сделать. Вот. И, короче, туда все это просто перенести, сложить из дома, чтобы освободить место, и чтобы можно было первый этаж доделывать тоже. Вы просили нас рассказывать о том, как обстоят дела с нашей дорогой, что происходит с голосованием. Вот рассказываю. Ну что ж, а дорога у нас с каждым годом все хуже и хуже. Одну дырку залатают, другая появляется. Тут, в принципе, провальчик такой, видите? Прошлой осенью провалилась маленькая дырочка. Сейчас ее воно как разворотило. Воно как разворотило. Все ездили по другому краю. Но тут обнаружили, что другой-то край тоже проваливается. И сейчас, если пойдет такой хорошенький дождик, ливень такой мощный, то вот это вот все к чертовой матери размоет. И в деревню можно будет пройти только пешком или на велосипеде. До 31 мая идет первый тур голосования. Если вы хотите поддержать нашу дорогу, ссылка для голосования будет в описании к видео. Дальше будет второй тур. В него пройдут дороги, которые набрали больше всего голосов. Я считаю, что наша дорога уже практически во втором туре. Благодаря вашей поддержке мы по-прежнему находимся на втором месте. Но отбирать будут, естественно, несколько дорог для второго тура. Поэтому я думаю, что мы пройдем. И дальше поборемся! На улице плюс два. При этом вот здесь вот лед у меня. Вот здесь лед. На машине, не знаю, насколько видно, у меня наледь. И при этом растет трава, которую надо косить. Как вам вообще такая история? Нет, здесь лед. Лед, смотрите, лед. Вода замерзла. Вода замерзла. И при этом трава, сука, растет. Ну что ж, теперь град вот у нас. Не очень, конечно, крупный. Но какого черта? Какого черта? Друзья, вы спрашиваете, что я буду сажать в этом году на огороде. Ничего не буду я сажать. Тыквы не буду сажать. Вот мне где эти тыквы. Прошлогодние мы еще никак не доедим. Уже они год лежат в морозилке. Один мешок у меня, один у мамы. Наелась. Наигралась. Более того, кучу мою волшебную, плодородную, на которой они росли, ее захватил шиповник. Вообще не представляю, что дело с шиповником. Может быть, подскажете, как от него избавиться. Вытравливать химией не хотелось бы, потому что... Ну потому что, значит, тогда огород придется переносить. Кабачки. Я пришла к выводу, что растить их легко, конечно. То есть, семечки бросил, в принципе, ухода никакого, потом собираешь. Но абсолютно нет никакого смысла в этом. Потому что, когда пойдут кабачки, точнее говоря, еще до того, как твой урожай будет, появится, его можно будет собирать, уже у нас в магазинах появятся молодые, прекрасные кабачки по 30 рублей за килограмм. Вот их я и буду покупать. А осенью все соседи будут просто счастливо избавиться от излишков своих посадок. Поэтому в этом году я сажать ничего не буду. Хотя все же нет. Я решила посадить кое-что. Пока не скажу. Но это прям вообще, это такая фигня. Она даже не стоит вашего внимания. Просто эксперименты. У нормальных людей рассада выглядит вот так. Моя заклятая подруженька Женева, о которой вы наверняка не раз слышали в моих видео, вот решила прислать мне свою рассаду и похвастаться, как у нее все это хорошо получается. Ну а моя рассада, как у самого главного огородника, выглядит вот таким вот образом. Сейчас у нас 6 мая. Вот второй мой горшок с рассадой. Тут вообще вы вряд ли что-то увидите. Хотя нет, вон что-то взошло. Ну а новостей на сегодня больше нет. Рада была вас всех видеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А если хотите поддержать канал, просматривайте видео через VPN. Может быть, даже нам придут какие-то деньги по монетизации. И может быть, я даже придумаю, как их можно вывести. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok